Здарова, односельчане! Вы на канале Сельский Теквир, и сегодня мы посмотрим на необычную пару кроссовок в том плане, что, во-первых, она 38-го размера, то есть, соответственно, это не мой размер ноги, это не моя пара кроссовок, и вообще не планировал снимать на нее никакие обзоры, но оказалось, что они используют довольно интересную технологию, как вы поняли, это Balenciaga Triple S. Давайте посмотрим распаковочку. Что ж, давайте посмотрим на эту пару вблизи, у нас очень интересная сегодня пара, ну, как всегда, не без этого. Во-первых, потому что пара не моя, то есть, она не моего размера, примерить я ее не смогу, но, тем не менее, обзор сделать важным. Кстати, вот подарочная упаковка магазина MyTeresa, очень круто, если вы кому-то хотите что-то подарить, в классной такой вот упаковке присылают, очень даже ничего. Ну что, Balenciaga, обычная коробка, к какой мы уже привыкли, всякие сертификаты, пыльничек, соответственно, пару уже примеряли, поэтому бумагу отсюда достанем. Запасные дополнительные шнурки вполне высокого качества, что от Balenciaga мы обычно видим. Нет, кстати, приветственного буклетика, есть от MyTeresa, а вот от Balenciaga нет, может быть, он здесь где-то завалился. Так, саму пару пока достану, посмотрим, есть он или нет. Ну ладно, я думаю, что это не суть, потому что вы здесь собрались для того, чтобы посмотреть непосредственно саму пару. Итак, это Triple S последнего сезона, и у них есть очень большая разница со всеми предыдущими сезонами. У Balenciaga есть огромнейший минус, заключается он в том, что нигде, даже на официальном сайте, вы не найдете каких-то презентаций, промо-роликов. Ну, как выглядит презентация Balenciaga в Instagram? Стоит Джастин Бибер в новых кроссовках, все, все их покупают, этого достаточно. Ни слова не говорится про использование технологий, материалов и так далее. Ну так, только все поверхностно. Так вот, когда я видел этот кроссовок в интернете, мне казалось, что вот эта часть сделана как бы из силикона. Ну, знаете, такие вот есть тоже в Balenciaga раньше были треки, светящиеся в темноте, вот такой материал был. А это, по факту, оказался баллон. Баллон на всю подошву. Компания Nike позавидовала и перекрестилась. Но давайте сегодня мы посмотрим поконкретнее, поближе эту пару. Вообще, собственно, очень много разных мнений встречаю по поводу Balenciaga. Что касается модели Triple S, для себя я не определился, хочу я такую или нет. Но мне кажется, это абсолютно точно лучший женский кроссовок, который только возможно придумать. Миллион разных расцветок, миллион разных функционалов. Носить можно вообще совершенно любой одеждой. На девочках смотрится просто бомбезно. Вот эта пятка, ну, просто круто, просто круто. Сейчас хочется сравнить, хотя это неправильное сравнение. Очень много я слышал, даже в комментариях под своими видео, что Balenciaga это не про технологии. Но, черт возьми, вот сейчас я держу пару в руках. Почему я вообще решил снять этот ролик? Потому что я первый раз за долгое время вижу попытку сделать человеческий реально баллон с воздухом во всю стопу. Я знаю не понаслышку, что такое Vapromax от Nike. Я знаю, что такое 720 Air Max. Я знаю, что такое 270 Air Max. Дело в том, что у меня были у самого 270 Air Max и на них лопнут баллон. А почему это произошло? Потому что баллон не был прикрыт ничем снаружи. Просто вот этот баллон с воздухом, он касается земли. И рано или поздно он лопнет. Я никогда не понимал технологии Nike. И почему они не пытаются вот так вот какой-то резиной, пластиком закрыть свои баллоны. Для меня загадка. Болинсиага до этого додумались. И вообще хотелось бы обратить внимание на то, что если мы вдруг сравниваем какие-то компании, которые вот сейчас наверху по технологиям. Хотя, наверное, по продажам еще вопрос, кто там наверху. Ну, наверное, Nike все-таки больше продают. Все-таки это не люкс-сегмент. По качеству исполнения, конечно, Болинсиага будет намного круче. Можно сравнить разве что с моделями за 500-600 долларов. И у Nike, и у Adidas такие есть, конечно же. Но, тем не менее, вот по качеству такие коллабы только могут сравниться. Давайте обратим внимание на детали. Просто посмотрите, как идеально прошиты все швы. Все аккуратненько. Везде двойной шовчик. Все круто, все здорово. Ни единого клея подтека. Просто реально ни единого. Его нет. Ну, просто их нет. Вот так вот крупно смотрим. И давайте перейдем к кроссовку. Почему называется Triple S? Потому что тройной соул, подошва, то есть раз, два, три. Ну, если раньше этот соул тройной был исключительно целиком пена типа Элла, то сейчас, как мы видим, здесь сделан баллон. Причем баллон очень интересный, необычной формы. Не знаю, вам видно или нет. Нет, там вот такие вот стоят фиксаторы. То есть это что-то наподобие технологии Nike Zoom. Ну, я думаю, что работать должно так же, конечно, по материалам другое исполнение. Сам баллон вообще мягкий, очень мягкий. То есть, ну, не знаю, даже, наверное, не знаю сравнить ни с чем из Nike. Посмотрите, насколько вот он вообще очень-очень мягкий. Баллон. Верх синтетика плюс кожа, в принципе, все тоже хорошо, качественно. Стелька не достается, но она точно не силиконовая, как на треках. Она, скорее, как на экспандерах. Обычная стелька по удобству ходьбы. Ну, конечно, первое время они, вот все боленсиаги, они деревянные. Но достаточно в них недельку походить. И они, конечно же, раскрываются. Что, шнурки, фиксация довольно простая. Ну, в принципе, это, знаете, обычный довольно-таки кроссовок. Но боленсиага крута тем, что у нее огромное количество цветов различных расцветок. И они все выглядят круто. То есть, их все можно носить как с одеждой таких же цветов, так и подбирая одежду любых других цветов. То есть, чтобы кроссовки у вас были таким ярким-ярким акцентом. Вышито боленсиага. Размерчик также вышит. 38-й здесь. Также маломерят на размер. То есть, мне кажется, если вы носите 37-й, берите на размер больше. Не прогадаетесь. С теплым носочком будет вот практически идеально. Ну, еще раз хочу заострить свое внимание на том, какое качество. Конечно, по качеству вопросов никогда не было у меня к боленсиаге, кроме как к экспандерам. Но, казалось, экспандеры действительно продаются. Хотя есть и такие модели треков, и SSS. Так что, смотрите внимательно. Некоторые модели бывают, в зависимости от расцветки, как бы застаренные. И вам будет казаться, что это такое. Вам прислали грязную пару кроссовок. На самом деле, это специально так сделано. И они просто-напросто застарены. Мне очень удивительна и интересна эта технология. Понятно, что если мы слышим баллон, то мы вспоминаем о компании Nike. Это все-таки их, я так понимаю, разработка. Но не только у них. Кстати, вот, посмотрите. Здесь тоже видно как раз места соединения баллона через вот этот пластик. Я не знаю. По мне это гениально. Наконец-то придумали так, чтобы баллон можно было закрыть со всех сторон. Сейчас в комментариях напишут, что это придумали еще в 95-м, сука, году. Но почему-то никто не делает. То есть у меня у самого несколько пар. Пробивались баллоны. Так скажем, экспериментальных. Те же самые Vapro Max. Те же самые 270-е. Нет, здесь все закрыто. И вот вы точно это никак не пробьете. Это очень качественная резина. Здесь вообще такой твердый пластик. Как будто силикон, знаете. Вот очень твердый силикон. И вот эти крылышки, которые тоже, видимо, закрывают. Это и стильно выглядит, и закрывают они баллон тоже снаружи. Как он работает? Мне кажется, должно быть интересно. Но, к сожалению, я вам по своим ощущениям точно этого не скажу. Давай, поделись первыми впечатлениями. Как тебе вообще? Очень комфортно сидят на ноге, кроссовки. Очень мягкие внутри. Ногу держат вроде хорошо. И чувствуется, что они тяжеленькие. Как это, получается, относится? Они одновременно и мягкие, и тяжелые? Тяжелые они, скорее всего, за счет насильной подошвы. А мягкие они внутри. То есть у них очень мягкая стелька. Боковые стенки очень мягкие. То есть... Я понял. А тяжесть, она в чем проявляется? То есть прям ногу тяжело поднимать или что? В соотношении с любой другой обувью, мне кажется, что они прям увесят. Ну, это нормально. Это первое впечатление. Ну, вот ты их надела в не очень хорошую погоду. Первое, что я хочу спросить, как они вообще сидят по размеру? Потому что твой обычный размер не 38-й, а... 37-й. 37-й. Как по размеру? По размеру удобно. Немножко свободно ноге, но сидит, в принципе, крепко. И плюс то, что можно было надеть носок дополнительный. А если бы было на размер меньше, то давило бы, наверное? Тут большой палец не впритык. И если бы было на размер меньше, я думаю, что он бы уже упирался. Поэтому данный размер приходит прям идеально, я бы сказала. Как думаешь, вот их только летом можно носить? Либо в плохую погоду зимой? Ну, практика показала, что можно носить в плохую погоду тоже. Сеточка немножко продувается. Но я думаю, что если пододеть второй носочек, то будет отлично. И я думаю, что даже в минусовую температуру можно спокойно носить. И даже зимой. Потому что очень толстая. Нога не промокает. Лужи этим кроссовкам тоже не страшны. Так, ну и что ты хочешь добавить, может быть, от себя? Как вот вообще ощущения? По ощущениям отличные кроссовки. Очень удобные, комфортные. И очень красивые. Не знаю, что сказать. Ставишь лайк? Лайк. Ставь. Однозначно. Однозначно лайк. Вообще говоря, мне кажется, сейчас, на данный момент, в плане эстетики, Balenciaga один из самых интересных брендов. Потому что я, мягко говоря, вот так на скидку не назову провальных моделей, что касается кроссовок, из того, что я бы не надел. Ну, может быть, я еще не совсем готов к тем, которые с пятью пальцами. Типа экспандеры, только не совсем. Вот. Разве что она. Но она не пошла как-то, так сказать, в широкий тираж. А все остальные, что Triple S имеют очень интересную форму, что треки имеют интересную форму, что те же экспандеры. И они все по-своему хороши. Они все по-своему качественные. Да, можно не понимать эту эстетику и не принимать. Но довольно глупо отрицать, что Balenciaga сейчас один из самых желанных брендов. Я вот читал в комментариях под видео, что последнее время говорили, что во что превратили бренд. Ну, охуеть, превратили бренд в один из самых востребованных в мире. И кому-то это, может, еще не нравится. Удивительная, конечно, история. Да, цена высокая, но за эту цену ты не получаешь разочарования. Ты в любом случае получаешь качественную вещь, качественный продукт. И такого, такое не всегда, например, происходит в дорогих коллаборациях от Nike, от Adidas. То есть там за довольно высокий прайс ты можешь получить некачественный продукт. Здесь такого совершенно точно не будет.